40 тысяч лет назад все человечество ело темную кожу, ну все наши предки, потому что либо они жили в Африке, либо недавно оттуда вышли. Посветление кожи – это приспособление к осенному климату с малым количеством солнца. Вы представляете, как выглядит Камбала? У нее, по сравнению с нормальными рыбами, страшно перекручена голова. У нее оба глаза оказываются на одном боку. Череп у нее перекручен так спирально, на четверть оборота. И вот палеонтологи откопали промежуточную форму от нормальных рыб к Камбале, у которой на верхний бок переехала одна глазница, а другая смотрит в сторону спины, то есть у нее глаза смотрят еще в разные стороны. Давайте разберемся на радио «Звезда». Здравствуйте, это программа «Давайте разберемся» и ее ведущий Василий Журавлев. И сегодня вместе с научным журналистом Егором Быковским и научным сотрудником отдела эволюционной биохимии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского Михаилом Никитиным мы будем обсуждать теорию эволюции Дарвина, как она изменилась за полторы сотни лет и много других очень интересных вопросов. Егор, приветствую тебя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет, Василий. И мы приветствуем нашего гостя в студии. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Эту программу я хотел бы начать вопросом. А Дарвин был прав? Дарвин много чего опубликовал за свою жизнь, начиная от систематики усоногих раков и кончая половым отбором. В чем-то он ошибался, в чем-то был прав. Ну, вы, наверное, спрашиваете про Дарвиновскую теорию эволюции, про книгу «Происхождение видов». Конечно. Конечно, люди происходят от вымерших обезьян, от общих предков с шимпанзей, гориллой. Вася сразу взял быка за рога. Давайте я попробую немножечко уточнить этот вопрос. Мы вообще не собирались затрагивать в этом выпуске тему соответствия теории эволюции Святому Писанию, хотя бы потому, что если Бог создал вообще все, то вполне мог создать эволюцию. Почему бы и нет? Но, однако, такая значительная часть общества и наших слушателей, наверное, тоже по-прежнему не воспринимает теорию эволюции. Возможно, там, из религиозных соображений. С большим вниманием прислушиваются к ее противникам. Насколько я понимаю, все-таки это даже не теория, а такая парадигма, которой следует абсолютное большинство биологов на планете. Давайте поговорим о том, почему это не гипотеза, как некоторые говорят, а теория, и даже больше, чем теория. Чем она хороша? Почему она хороша уже полтора века? Так, давайте сразу определимся, что эволюцию не Дарвин придумал. То, что разные виды живых существ сменяли друг друга в истории Земли, это было общим местом за 50 лет до Дарвина, и к этому приложили руку многие биологи предыдущих поколений, такие как Кювье, Ламарк и так далее. Дарвин придумал работающий механизм эволюции. До Дарвина были другие эволюционные теории, например, теория Ламарка, согласно которой там главное упражнение и неупражнение органов. Ну, грубо говоря, предки жирафов тянулись за высокими ветками, за листьями, их от этого удлинялась шея в течение жизни, и это передавалось их потомству. Михаил, мы летаем на самолетах, водим машины, а вот гориллы сидят на деревьях и едят бананы. Так, простите, мы произошли не от гориллы, а от общих предков с гориллами. Этот общий предок был так раза в два мельче современной гориллы, и да, гориллы не умеют залезать на деревьях практически. Они, простите, весят многовато, ближе к медведю и бесовой категории. Ну, я образно говоря, про обезьян. Да, обезьяны, ну, никто не мешает людям возить обезьян на самолетах. Даже в пилотское кресло бывало сажали, обезьяны летали. Они строят самолеты, не умеют, это правда. Давайте так, сразу просто поговорим про то, что скорость эволюции очень невелика. Именно поэтому мы не видим, или почти не видим ее плодов. Но, допустим, если те же гориллы, вас вывезти на равнины, поместить их в враждебную среду, наверное, за 10 миллионов лет, и они тоже додумаются на самолетах. Ну, можно предположить. Скорость эволюции бывает очень разная. Для каких-нибудь вирусов эволюцию можно наблюдать вот прямо в реальном времени. Вот этот несчастный коронавирус, новые варианты которого грозят уйти из-под вакцинных антител, к сожалению, печальный пример этого. У животных, ну, у насекомых, бывают примеры там эволюции, создающей, считай, новые виды за сотню лет. Вот мой любимый пример – это городские комары, которые размножаются в затопленных подвалах, протекающие канализацией. Эти комары, по сравнению с дикими предками, научились откладывать яйца без питья крови. Это очень серьезное изменение для комаров на уровне даже не нового вида, а нового рода или семейства. Они научились зимовать в виде взрослой особи, они как куколки или яйца, они отвыкли от питания водорослями, которыми кормятся личинки диких комаров и перешли на более белковую диету. Они могут летать даже в небольшой мороз при температуре воздуха до минус 2 градусов. Это серьезное отличие от диких предков, которые накопились всего там за сотню лет. До этого канализации и подвалов таких подходящих для них не было. У людей за несколько тысяч лет появилась способность переваривать лактозу, молочный сахар, во взрослом виде, во взрослом возрасте, в тех популяциях, где было молочное скотоводство в Европе и в Северной Африке. Это вы про то, что взрослый человек не может переваривать молоко? Это вообще напиток для младенцев? Взрослые млекопитающие, как правило, молоко не переваривают, молочный сахар. Это такое эволюционное приспособление, чтобы подросшие детеныши не конкурировали с мелкими за материнское молоко. Начиная с какого-то возраста их от молока тошнить начинает. И у обезьян тоже так. Но когда люди получили доступ к коровьему молоку, молоку кобыл и так далее, эта конкуренция уже снялась. И пить коровье молоко во взрослом возрасте, это стало хорошо, полезно, это отбором стало поддерживаться. И мутация, которая это дает, она распространилась. Это отличный пример. А есть еще какие-нибудь примеры эволюционных изменений за историческое время у хомо сапиенсов, у человека? А, ну, конечно, вот одно я вижу прямо перед собой сейчас на экране зума. Это наш с вами цвет кожи. Что 40 тысяч лет назад все человечество ело темную кожу, ну, все наши предки. Потому что либо они жили в Африке, либо недавно оттуда вышли. Посветление кожи – это приспособление к осенному климату с малым количеством солнца. Темная кожа в таком климате опасна рахитам. Потому что недостатком витамина Д. Витамин Д вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Поэтому, если солнца мало, то темная кожа этому мешает. Ну, а как же выходцы из Африки живут у нас в стране? В Москве, например. Учатся? С трудом, Вася, с трудом живут. Ну, во-первых, не так, чтобы хорошо они живут, как этот анекдот. Когда зима была еще зеленая, было нормально. А вот когда началась белая зима, вот тут хоть ложись и помирай. Письмо африканского студента домой, да. Во-вторых, при современной разнообразной диете можно, грубо говоря, покупать в магазине рыбу каждый день и получать из нее достаточно витамина D. Или, если не любите рыбу, ну, покупать витамин D в капсулах и подъедать. Так, вот мы с вами, значит, поговорили про то, что эволюционные идеи проскальзывали до Дарвина. Кстати, я вспомнил, что Уоллис, например, практически одновременно с Дарвином сформулировал эволюционную теорию. Да, сформулировал одновременно, но обосновал не так, конечно, роскошно и подробно, поэтому африканским считается Дарвином все-таки. Вот, но эта теория, насколько она изменилась? Мы, например, знаем, что в физике, например, некоторые теории, которые казались неизыблемыми за последние сто лет, менялись неоднократно, а Дарвинская живет и стала прямо парадигмой. Они не то, чтобы менялись неоднократно. Существенно корректировались. Ну, скажем, Эйнштейн, конечно, по правилу дополнил законы механики Ньютона, но если у нас малой скорости объектов, малой по сравнению со скоростью света, при относительности, пренебрежимом малы, и мы можем пользоваться формулами Ньютона, когда там рассчитываем поездку на автомобиле, грубо говоря. Что произошло с эволюционной теорией Дарвина после? Самое важное, что с ней произошло, это в первой половине XX века ее совмещение с генетикой. Когда Дарвин писал свою книгу, происхождения видов генетики не было. Ну, то есть была одна статья Грегора Менделя про наследование у Гороха, опубликованное в весьма заштатном журнале, и Дарвин ее то ли не читал, то ли читал поздно и не оценил важности. И было такое выражение Дарвину, известное как Кошмар Дженкинса. А что это такое? Это Дженкинс, английский инженер, он выдвинул такое возражение против дарвиновского механизма эволюции, что если появляется какая-то одна особь с каким-то новым признаком, то она скрещивается с сородичами, у которых нового признака нет. И в потомстве этот новый признак будет разбавляться неизбежно, и естественному отбору будет не с чем работать. То есть Дженкинс считал, что там потомство, грубо говоря, это усредненное между двумя родителями. В каком-то приближении это верно, но не всегда. И вот генетика навела с этим порядок. Она показала, что бывают признаки, их довольно много, которые наследуются дискретно, то есть не смешиваясь. То есть горох с желтыми семенами скрещиваем, с горохом с зелеными семенами. В первом поколении все потомство имеет строго желтые семена, а во втором поколении расщепляется три к одному, три желтых на одно зеленое. Вот это сняло кошмар Дженкинса, ну и там уже более сложная популяционная генетика, самая математизированная часть биологии. Она уже с формулами показала, как будут меняться частоты вариантов генов под действием естественного отбора и так далее. Это была такая первая революция после Дарвина, сильно дополнившая теорию генетикой. А вторая, это продолжается сейчас, началась с появления молекулярной биологии. Когда мы стали изучать не только признаки, определяемые генами, но и сами гены на самом глубоком уровне, на уровне последовательностей ДНК. И вот тут оказалось, во-первых, что на уровне последовательностей ДНК очень много изменений, которые нейтральны, которые не хороши и не плохи. И поэтому естественному отбору они не видны. Если там взять двух случайно выбранных людей, не родственников, то между ними будут сотни тысяч отличий на уровне ДНК. В разных местах будут разные буковки. Но с большой вероятностью оба этих человека будут относительно здоровыми, имеем теперь хотя бы средний. В общем, из этих сотен тысяч отличий на уровне ДНК ни одно для них не будет явно вредным. Они будут нейтральными. То есть они взаимодействовать со средой будут примерно эффективно одинаково или одинаково неэффективно? Примерно одинаково. Да. Примерно одинаково эффективно. Давайте разберемся. Напоминаю, эта программа «Давайте разберемся» и я, и научный журналист Егор Быковский. Мы беседуем с Михаилом Никитиным, научным сотрудником отдела эволюционной биохимии Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского. И напоминаю, что самые интересные выпуски программы «Давайте разберемся» можно посмотреть, послушать прямо сейчас на канале «Радио Звезда» в YouTube. Так что заходите и подписывайтесь. Поехали дальше. Да. Значит, математическая теория нейтральной эволюции, вот эволюции таких признаков, которые отбор не видит, она есть, ее придумал японец Кимура в 60-е годы. И на уровне последовательности ДНК эволюция по Кимуле занимает больше места, чем эволюция по Дарвину. Хотя по Дарвину, конечно, тоже есть. И второе новое, что принесла молекулярная биология, это горизонтальный перенос генов во всех видах. Во времена Дарвинов считалось, что родословное всего имеет форму дерева. То есть от предка происходят какие-то потомки, но потомки между собой никак не связаны, кроме общего предка. А оказалось, что ДНК могут передаваться от одних живых организмов к другим. У бактерий и вирусов это происходит очень часто, у каких-нибудь там одноклеточных типа дрожжей это происходит пореже, у животных растений это происходит еще реже, но все равно происходит с заметной частотой, чтобы это вносило вклад в эволюцию. И вот горизонтальный перенос генов при участии вирусов оказывается важным источником новых генов, в том числе связанных там с самыми последними эволюционными событиями в линии млекопитающих. Ну там один из ключевых генов участвующих в образовании плаценты признака млекопитающих важного, без которой беременность невозможна, это ген вирусного происхождения и регуляторные гены, которые управляют развитием мозга и в том числе быстро изменялись у обезьян и предков человека, многие из них тоже позаимствованы у вирусов. Интересно, у кого млекопитающие позаимствовали через посредства вирусов кусочки ДНК, которые делают плаценту? Кто нам сделал такой подарок? В основном у других млекопитающих того же вида или ну вот в случае с плацентой это был ген самого вируса. Белок имкодируемый он управлял слиянием мембраны вируса с мембраной клетки, а в плаценте он управляет слиянием мембран двух клеток друг с другом. То есть это не от другого животного, это от вируса к животному. Любопытно. Скажите, Михаил, а какие остались загадки или непроясненные места в целом в теории Дарвина? В эволюционной теории? В эволюционной теории значит много, конечно, осталось непроясненных мест. На уровне организмов и видов главное непроясненное место это механизм видообразования. То есть как особи одного вида в какой-то момент перестают скрещиваться друг с другом все со всеми и расходятся на два вида каждый из которых скрещиваются особи только в пределах своего вида. Это может происходить, как мы узнали, очень быстро. Там у каких-нибудь рыб в африканских озерах это буквально происходит там за сотни или за тысячи лет. Это может происходить гораздо быстрее, чем накапливаются заметные изменения в последовательности ДНК. Есть там всякие лабораторные эксперименты на рыбах, но пока общего механизма такого вида образования не видно. Там, скажем, у мух дрозофил в одном эксперименте экспериментальное видование было связано с разным набором симбиотических бактерий в кишечнике. Мухи опознавали по запаху сородичей, у которых другой набор бактерий и не хотели с ними скрещиваться. У рыб, например, у барбусов в африканских озерах, Танганьика и так далее, у них бывает очень быстрое видообразование, когда новые виды образуются за тысячи, а то и за сотни лет после заселения из реки в новое озеро. И это происходит гораздо быстрее, чем накапливаются изменения в ДНК. То есть начало видообразования похоже происходит у них за счет разницы в поведении. Что рыбы как-то узнают партнеров похожих на себя и не похожих на себя и без изменений в ДНК это уже достаточно, чтобы они начали расходиться на разные виды. А изменения в ДНК это просто такой уже контрольный, после которого виды обратно сойтись уже не смогут. Но вот общих механизмов видообразования, которые работали хотя бы для всех животных, их неизвестно. И неизвестно, насколько быстро могут образовываться новые виды и насколько быстро они реально образуются. Так, второе важное белое пятно это упорядоченность эволюции. То есть по Дарвину механизм эволюции состоит из двух частей. Случайная часть изменчивость, мутации и закономерная часть отбора. То есть нельзя сказать, что эволюция случайна, нельзя сказать, что эволюция закономерна. В ней обязательно есть и случайная, и закономерная часть. Но совершенно непонятно, как это будет выглядеть на уровне организмов. То есть, если мы один и тот же вид на сотни разных островов поместим в какие-то одинаковые новые условия, мы получим 100 раз одинаковые результаты или 100 разных результатов приспособления к новым условиям пойдет разными путями. На животных это пока совершенно неизвестно, но в эволюционных экспериментах на микробах получают, что приспособлений к условиям бывает довольно мало. Путей приспособления к одинаковым новым условиям их не миллионы и даже не тысячи. Их обычно скорее единицы. То есть, их больше одного, но немного. То есть, количество путей эволюции ограничено все-таки. Так это выглядит по экспериментам на микробах. Как это у животных, непонятно. И вот это большой открытый вопрос. Это, наверное, примерно та же самая проблема, что и пресловутое недостающее звено. Или это другая проблема? А я хотел бы дополнить вопрос Егора. А вот это недостающее звено, оно существует? Недостающее звено какое? Промежуточные формы между разными современными животными? Ну, совершенно верно. Это же главный аргумент неспровергателей теории эволюции, что вот покажите нам недостающие звенья. Их же нет. Как интересно. Полно примеров недостающих звеньев. Видимо, они их по каким-то причинам отвергают. Самое красивое недостающее звено – это то, которое откопали палеонтологи. Это предок рыбы Камбалы. Вы представляете, как выглядит Камбала? Да, вполне. У нее, по сравнению с нормальными рыбами, страшно перекручена голова. У нее оба глаза оказываются на одном боку. Потому что она одним боком лежит на дне, а другим боком, соответственно, вверх. И туда переехали у нее оба глаза. Череп у нее перекручен так спирально, на четверть оборота. И вот палеонтологи откопали промежуточную форму от нормальных рыб Камбале, у которой на верхний бок переехала одна глазница, а другая смотрит в сторону спины. То есть у нее глаза смотрят еще в разные стороны. Казалось бы, это очень такое невыгодное положение глаз, когда там где-то треть поля зрения остается без обзора при лежании на дне. Ну, понятно, что у современных Камбал глаза разместились более оптимально, но вот такая промежуточная форма, палеонтологи ее нашли. Тут дело в основном в удаче палеонтологов и в том, где они копают. Например, когда стали массово копать Китай, нашли огромное количество всяких пернатых динозавров. Не только настоящие промежуточные формы между динозаврами и птицами, но и еще там представители двух-трех параллельных линий динозавров, которые тоже одевались перьями, и одна из них тоже перешла к полету. А что касается людей между вот обезьянами и нами? — Когда предъявлялись эти аргументы противниками Дарвита, это было уже довольно давно, с тех пор недостающих звеньев появилось очень много разнообразных. Просто, наверное, все помнят учебники, по которым учились 40 лет назад в школе, тогда их было меньше. — Тогда их было меньше, но их откапывают новое, конечно. Значит, ардипитек, который по объему мозга еще обезьяна, живет еще в лесу, но у него появилась тенденция к прямохождению. Потом австралопитеки, которые вышли в саванну и стали ходить прямо уже, почти по-человечески, но еще с маленьким мозгом. Ну и потом разные виды уже рода хомо, люди, у которых произошел быстрый рост мозга. Почему они считают, что недостающих звеньев нет, я не знаю. Но там я видел ссылки на какие-то факты подделок черепов якобы древних людей. Да, такие подделки действительно были, но, простите, не все же, что выкопали археологи, является подделками. — А эти подделки — это дело рук противника в теории Дарвина? — Нет, не обязательно. То есть самые известные подделки были делом рук антропологов, которые хотели прославиться. — А, тщеславие. — Тщеславие, конечно. Итак, давайте мы будем приближаться к заключению, потому что передача наша заканчивается. В общем, подведем итог. Эволюционная теория, несмотря на то, что ей уже почти полторы сотни лет, до сих пор живее всех живых, хотя несколько видоизменилось, и никаких признаков того, что что-то может ее не спровергнуть, настоящие ученые не видят. Правильно, Михаил? — Ну да, это как не спровергнуть теорию всемирного тяготения, которую Ньютон сформулировал четыре века назад, но поводов ее отвергать нет. Уточнять, может быть, отвергать нет. Так и теория Дарвина за полтора столетия несколько раз уточнялась. — Отлично. Возможно, в одной из следующих передач мы сформулируем, как именно происходила эволюция у человека. Это отдельный интересный вопрос. А сегодня мы должны остановиться, потому что время наше подходит к концу. — А тема неисчерпаема. — Да, тема совершенно неисчерпаема. Если у вас бывают передачи часа на полтора, я с удовольствием расскажу. — Ага, я вас поймал за язык. Хорошо. На этом мы должны прощаться с Михаилом и с нашими радиослушателями. Я напоминаю, что мы сегодня беседовали с научным сотрудником отдела эволюционной биохимии Научно-исследовательского института физико-химической биологии в Небелозерске Михаилом Никитиным. И наша тема сегодня была «Эволюция Дарвина». Это теория, как она изменилась за полторы сотни лет. Это были ведущие Василий Журавлев и Егор Быковский. — Всего хорошего. — До свидания. Рад был пообщаться. — И хочу напомнить, что самые интересные выпуски программы «Давайте разберемся» можно посмотреть, послушать прямо сейчас на канале «Радио Звезда» в YouTube. Так что заходите и подписывайтесь. Всего доброго. Давайте разберемся на «Радио Звезда».